12 июля в Сморгонском РОВД прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года. В оперативном совещании принял участие заместитель начальника ОВД Гродненского облсполкома Вячеслав Строчинский. Он отметил, что в Гродненской области криминогенная обстановка контролируется органами внутренних дел. Уровень преступности не увеличился. Неплохие результаты достигнуты Сморгонским РОВД. Недостатки, на которые было указано по результатам служебной деятельности за 2021 год, устранены. Сегодня мы подводим итоги работы отдела внутренних дел Сморгонского сполкома за первое полугодие. Хочу сказать о том, что в целом, как и в области, так и на территории Сморгонского района, обстановка оставалась контролируемой органами внутренних дел. Каких-то резких изменений в оперативной обстановке не произошло, либо каких-либо всплесков. Что говорить, касаясь именно отдела внутренних дел Сморгонского сполкома, те задачи и на те недостатки, которые указывались по результатам работы за 2021 год, в целом они выполнены, отдел идет уверенно к намеченному результату, полученные по всем критериям оценки в основном положительные, и, соответственно, те задачи, которые ставят в том числе по профилактике правонарушения преступлений среди несовершеннолетних, они тоже, в принципе, выполнены. Но, конечно, нельзя останавливаться на достигнутом, потому что прогресс идет вперед, соответственно, и меняется и уровень криминализации, и, соответственно, меняются виды преступлений, которые сейчас наиболее актуальны, в том числе и для Сморгонского района. Я, прежде всего, имею в виду, это остается киберпреступность, а также распространенный вид мошенничества, как так называемая «Алло, бабушка» или «Алло, мама, помоги». По словам Вячеслава Казимировича, самой злободневной в настоящее время является киберпреступность и новые виды мошенничества. В последние месяцы в Беларуси все чаще регистрируются случаи телефонного обмана по новой схеме. Пожилому человеку звонит незнакомец и представляется родственником. Заявляет о том, что попал в ДТП и ему срочно нужна помощь. После этого так называемый родственник передает трубку якобы сотруднику правоохранительных органов, которая ведет дальнейший разговор и выманивает деньги, давая понять, что ситуация критичная, и чтобы закрыть дело и помочь пострадавшему, необходимо заплатить. Если жертва соглашается, к ней домой приходит курьер, который забирает пакет с деньгами. Также могут предложить перечислить сумму на расчетный счет в банке. В Беларуси уже известно множество случаев обманутых граждан. Люди, желая спасти своих близких, перечислили крупные денежные суммы. По словам Вячеслава Казимировича, мошенничество, связанное с выманиванием денег, в последнее время все чаще происходит в сельской местности. Поэтому сотрудники РОВД должны уделять особое внимание профилактике данного вида преступлений.